Очередным этапом фестивального соревнования стал трек «Воздух». Перед вылетом в небо участники должны были провести определенное количество часов в симуляторе и только потом перейти к управлению настоящим беспилотником. Сейчас ребята проходят в рамках фестиваля трек «Воздух». Перед этим они уже прошли два трека. Это трек «Земля» и трек «Вода», на которых они учились управлять бионическим роботом и учебными суднами с манипуляторами. Сейчас у них две недели будут проходить занятия на воздушных дронах, с которыми они потом будут уже выступать в финале и проходить миссию. Сейчас у нас проходит трек «Воздух». Ребята изначально должны налетать полетные часы в специальных симуляторах лифтов, где-то 30 полетных часов. Только после этого у них будет уже проходить реальная практика с использованием воздушных дронов в реальных условиях. Со 2 мая юные пилоты готовились к финалу, выполняя разнообразные задания. К сегодняшнему дню более 10 тысяч школьников приняли участие в вочных занятиях проекта. Ребятам необходимо будет пройти и землю, и воду, и воздух, вот всей командой, чтобы стать победителем. Несмотря на интересные испытания, школьники предпочитают управлять дроном в воздухе. Для современных школьников управление роботом с телефона не вызывает никаких сложностей. «Понравилось мне, наверное, больше всего на воздухе, за компьютерами сидеть, проходить всякие трассы. Это мне очень нравится». На фестивале «Битва дронов» представлены все типы беспилотных систем в разных средах – в воздухе, на воде, на земле. Однако тяжелее всего ребятам давалось прохождение трека «Вода». Самый сложный этап был «Вода», потому что там нужно было с помощью манипулятора двигать разные фигуры. И это было очень тяжело, потому что корабль качался, был прибой, там, отливы во время этого. И все равно это было очень тяжело. Дроны – это очень перспективно сейчас, потому что они везде – в воде, в воздухе, как доставщики еды даже. И используются в коммерческих целях в основном. Фестиваль «Битва дронов» в Севастополе продолжится до середины октября. Победители финальных испытаний получат медали, кубки и денежные средства грантовой поддержки. Светлана Сличная, Елизавета Митрофанова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.